свое утро я начинаю с журнала дневника прошлом видео мы делали этот блокнот и я не знала для чего я буду его использовать я твердо решил что это будет мой журнал утренних и вечерних вопросов знаете есть такой дневник пятиминутка где у тебя разные вопросы на странице и ты примеру пишешь вверху число дату и заполняешь отвечая на разнообразные вопросы и то что тебя волнует на данный момент в жизни это помогает разобраться себе своих будущих планах идеях целях поставить приоритеты на день и так далее у меня сейчас очень глубокий голос потому что я только проснулась как пример 4 вопроса каждого вопросе можно написать три пункта первое это цели дали эмоции аффирмации благодарность и избавление от негатива сделала я себе кофе потому что выгляжу я примерно и я не знаю что это за красный сосуд у меня поэтому мне срочно нужно сделать маску для лица чтобы немного взбодриться кофе поможет холодная углажняющая маска тем более я если что уже умылась почистила зубы и сделаю вот такую вот маску с камели и привет сири что такое камели пахнет зеленым чаем очень холодно такие тканевые маски обычно я использую два раза то есть сегодня я использую утром и вечером наверное потому что они очень влажные с нее вот тут все накапало нужно заправиться засекают 15 минут и пока что буду планировать день по сегодня день вторник у я вчера кстати не планировала неделю не всегда я планирую на время вышло мне срочно нужно накраситься потому что я чувствую себя неуверенно и так довольно таки неуверенная в себе а без макияжа вообще как без одежды ну шо это такое ничего не получается а ракурс отпад скажете вы ясно коричневая тушь смотрится очень натурально продолжаю утренние практики на очереди у меня медитация честно говоря раньше никогда не пробовала делать медитацию так что давайте начинать мне понравилось я поняла что идеальное время подъема для меня это 6 утра это то время когда я просыпалась в детстве в отрочстве и сейчас молодости я считаю что это идеальное время для того чтобы проснуться сподриться настроиться на новый день поэтому я поставила себе в телефоне не то что напоминалку в айфонах есть просто шикарная функция называется фокусирование можно настроить свой сон время когда ты отходишь ко сну и когда ты просыпаешься таким образом ты примерно считаешь сколько непременно точно знаешь сколько ты спишь моя цель это примерно 8 часов сна то есть ко сну мне нужно отойти с 9 до 10 вечера к сожалению вчера у меня не получилось это сделать я не знаю что с моим режимом сна и почему мне не получается уснуть позже 12 вчера я уснула в час но проснулась в 6 с этим срочно нужно что-то делать что я хочу сказать пользуйтесь удобствами которые вам предоставляет жизнь я знала что в телефонах есть здоровье можно отслеживать все что угодно но я этим не пользовалась и смотрите вот в здоровье есть вот такая вот классная пометочка разные лайфхаки как улучшить ночной сон почему сон так важно что такое стадии сна это все можно почитать изучить здесь действительно изгодные полезные советы которые работают а я этого не знала все кто что мне было лень зайти в обычное приложение и что-то узнать почитать плюс мне нравится то что фокусирование заглушает абсолютно все уведомления конечно же вы можете добавить исключения примеру маму папу если что-то срочное но так вы не будете отвлекаться на телефон ненужные приложения уведомления и так далее а с ним мы еще поговорим но сейчас я хочу вам рассказать о своих планах что я буду сегодня делать сейчас время уже 8 часов я планирую до 12 часов дня просидеть дома поделать всякие делишки практики и так далее учебой немножко позаниматься далее выйти из дома планирую мне нужно сходить по кое-каким делам не хочу говорить и заодно зайду магазин куплю хлеб молоко что-нибудь поесть и так далее потом вернусь домой и снова буду учиться мне нужно делать диагностику естественно за сегодня я не сделаю эту диагностику потому что она довольно таки объемная то есть там большая индивидуальная работа типа реферата практической работы что-то такое в общем нам нужно много как и теории так и практики сделаю где-то половину мне кажется даже меньше и буду монтировать видео заниматься блогом кстати я совсем забыла мне нужно принять там каждый месяц два месяца я стараюсь принимать разные витамины сейчас я принимаю омега-3 рыбий жир но к сожалению я узнала что его нельзя потреблять если у тебя проблемы желудка а у меня летом не хочу это вспоминать было какое-то расстройство я совсем не могла кушать и за неделю похудела на 5 килограмм в общем было ужасно поэтому я принимаю одну капсулу в неделю где-то я думаю она не навредит все мы знаем как полезен рыбий жир и для роста волос и для костей в общем много всего полезного так что принимаем ну и плюс потому что купила и что с ними делать выкидывать нет конечно буду пить по чуть-чуть следующее что я стараюсь делать каждое утро это проверять почту так как я блогер мне поступает множество рекламных предложений которые к сожалению я не могу осуществить чаще всего потому что я не из россии так как веду блог на русском языке мне предлагают сотрудничество множество российских брендов редко делаю рекламу своем блоге но тем не менее чтобы быть в курсе событий я читаю почту проверяю чищу плюс за это время как раз таки немножечко осядет переварится еда и я делаю тренировочку растяжку либо йогу для поддержания здорового тела с одной стороны это хорошо особенно для вас то что видео нет рекламы но с другой стороны это очень плохо потому что я не могу развивать свой блог и стою на месте либо же развивая его достаточно медленно медленно но уверенно если у вас нет мотивации заниматься спортом купите какой-нибудь став для спорта либо же запишитесь в спортзал самое эффективное придется заниматься я купила дорогущий эко коврик случайно получилось включила тренировку это на гибкость и расслабление собрала волосы чтобы ничего не мешало надела спортивную форму на ногах мои любимые гибкие кроссовки вдох выдох вдох сдох единственный спорт которым я занималась своей жизни так активно по часу по два часа это спортивно-бальные танцы я занималась девять лет меня в планах записаться в спортсал именно на занятия с тренером хочу попробовать обычно я покупаю твердое авокадо ставлю возле спелых фруктов и она дозревает в течение двух дней время уже 11 часов я планирую сесть за учебу в этот блокнот я записала индивидуальные работы которые мне нужно выполнить самостоятельные к примеру бух учет самостоятельную работу по корпоративному менеджменту и сам корпоративный менеджмент индивидуальную работу основную я уже выполнила можно поставить галочки сегодня очень важно начать диагностику так как осталось 2-3 дня до сдачи ее я отложила на последний момент так как она самая сложная очень важно выполнить хотя бы начать сегодня я когда начинаю уже не могу оторваться мне хочется поскорее это делать все свои работы я выполняю на компьютере и почему я не снимаю уже стадии в ми-влоге потому что они будут совершенно неинтересными то как я час 2-3 часа сижу за компьютером мне кажется никому не интересно будет это смотреть раньше когда я учила в школе естественно было интересно снимать стадии в ми-выпуске потому что задания были интерактивные там нужно было нарисовать оформить много писать сейчас я уже на третьем курсе и естественно в начале еще когда я только пошла первый год нам относились как к детям мы еще выполняли разные работы на а4 то есть и от руки и оформлять можно было как-то снять это интересно я снимала влоги а сейчас уже не та атмосфера ты уже на автомате делаешь эти работы сдаешь мне кажется даже преподаватели их не проверяют чисто смотрят на оценки на структуру работы помнила мем как преподаватель кидает игральный кубик и ставят оценки которые выпали представлены оценки антек 4 шимон 3 пьет в 4 возможно я когда-нибудь посниму какой-нибудь универный студенческий стадий в ми но это не точно к примеру вот индивидуальная работа по одной из дисциплин нужно ее сделать в орде и перекрепить на нашу платформу звучит несложно но моя однокурсница в группе написала что она выполняла две недели мне осталось два дня время уже пол двенадцатого я отправляюсь на улицу по делишкам если вы хотите увидеть мою вечернюю рутину обязательно ставьте лайк подписывайтесь чтобы не пропустить и киньте в комментарии вот этот эмоджи спасибо большое за просмотр мы увидимся в следующем видео и всем пока пока